Длину шкалы, для каждого анализа, в смысле для каждого, как сказать, опыта, допустим, на железо идет одна волна, на фосфат и другая волна, да, ингредиенты идет специальная волна. И по волне мы определяем наличие, ну-ка, обсчитываем по графикам, определяем наличие нитритов в воде. Вот у нас получилось 0,67, ну это норма. Вот так в лаборатории коммунального предприятия «Водоканал» проводит исследование воды по микробиологическим и химическим показателям. Каждый свой рабочий день Надежда Викторовна начинает среди паровирок и колб. Она знает, что ей ни в коем случае нельзя ошибаться. Ведь именно Надежда Амельченко первая узнает, соответствует ли всем нормам и показателям вода из-под кранов, которая поступает к горожанам. Питьевую воду мы на водоканале проверяем, отбираем три раза в неделю. Туда входят подъемы, скважины и контрольные точки, которые расписаны согласно графику по всему городу. Что входит в контроль воды? Обязательно. Это цветность, мутность, PH, какая среда, азотная группа. То есть проверяем аммиак, наличие аммиака в воде, нитритов. Вот, кстати, вот это вот аммиак, это нитритов, вы видите, что такое розовенькое, это нитриты. Нитраты. Нитраты у меня сейчас там выпариваются на специальный процесс, выпариваются на водяной бане. Как рассказал Александр Дукач, раньше этой лаборатории не было. Ее создали только в 2004 году. А буквально месяц тому назад коммунальное предприятие получило подтверждение на аккредитацию. Отныне предприятие имеет право проводить исследования воды по микробиологическим и химическим показателям. Хозяйка баклаборатории коммунального предприятия «Водоканал» Ольга Георгиевна утверждает, что ее работа очень важна. Ведь именно она исследует воду на общемикробное число, а также на наличие так называемой в народе кишечной палочки. Мы исследуем, получаем вводы, анализы, мы исследуем на патогенную микрофлору. В общем-то у нас по нашему контролю, внутрилабораторному контролю, анализы воды, нашей городской воды, соответствуют норме. У нас вода в принципе соответствует норме. Мы делаем общемикробные на чашках Петри анализы, а также делаем на колититр и колииндекс. Перед тем, как вода поступает к горожанам со скважин, она попадает в специальные резервуары, где проходит процесс обеззараживания. Как говорит начальник коммунального предприятия «Водоканал», это делается для того, чтобы населению подать бактериологически чистую воду. Химическое вещество гипохлорид натрия, как реагент для обеззараживания воды, мы получаем из Днепродзержинска, вот оно в этих химкостях находится. Потом через трубопроводы оно подается на собственные газаторные немецкого производства, в собственного резерва. Под определенной дозой. Весь процесс происходит автоматически, практически без влияния оператора. Единственное, что оператор производит контроль наличия уже свободного остаточного хлора в воде, в насосной станции перед выходом в город. Специалисты коммунального предприятия «Водоканал» заверяют, вода, которая течет из-под крана в Белгород-Днестровском, безопасна. Ее исследуют в лабораториях и обеззараживают. Однако, несмотря на это, большинство горожан продолжают пить очищенную бутилированную воду. Елена Малаеван, Анатолий Лукинчук, Бисарабия ТВ.